Здравствуйте, друзья! Итальянские институты культуры в России и медиа о культуре Ваш Досуг представляют подкаст «Вива Верди» «Да здравствует Верди» «От набукко до отелло» Специально для нашего проекта 8 итальянских музыковедов подготовили материалы, которые рассматривают фигуру Джузеппе Верди под разными углами, порой неизведанными для русского слушателя На сайте нашего проекта www.viverdi.vashdosug.ru вы можете прочесть статьи по темам эпизодов подкаста Статьи снабжены музыкальными отрывками и видеоматериалами фотографиями и репродукциями которые как нельзя лучше иллюстрируют творчество великого композитора Сегодня говорим о том, что такое эстетика безобразного и как она отражена в творчестве Джузеппе Верди Текст для этого выпуска подготовил специалист по истории музыки Паоло де Матеис Верди всегда был внимателен и восприимчив к европейской культуре своего времени Это становится очевидным, когда задумываешься об уровне и разнообразии литературных источников из которых он черпал вдохновение для сюжетов своих опер Но и не только Новаторский характер композитора в полной мере отразился и в его собственном музыкально-драматургическом мышлении Действительно, наряду с итальянской мелодрамой начала XIX века и жанром большой оперы Мейербера решающее влияние на поэтику Верди несомненно оказал шекспировский театр воспринятый сквозь призму театральной поэтики Виктора Гюго Эстетические предпосылки, присутствующие в творчестве Барда из Стратфорда на Эйвоне и французского драматурга составляют по сути основу драматического мышления Верди Центральным же его ядром является представление об истинном, понимаемое в шекспировском смысле То есть, когда речь идет о правдоподобном изображении человека со всеми его гранями возникающими в результате соединения добра и зла положительного и отрицательного, прекрасного и безобразного Тот же принцип составляет одну из основ театральной поэтики Виктора Гюго в центре которой, однако, стоит понятие безобразного В эстетической области термин «безобразное» указывает на ряд отрицательных характеристик способных, однако, нести положительную художественную функцию В философских размышлениях об искусстве, особенно в немецкой традиции тема уродства приобретает все большее значение начиная со второй половины XVIII века с появлением сочинений Лессинга проходя затем через труды братьев Шлегелей, Гегеля и вплоть до Карла Розенкратца ученика Гегеля, который своим текстом 1853 года под названием «Эстетика уродства» дал наиболее полное и систематическое философское осмысление этого феномена Таким образом, в начале XIX столетия безобразное стало важным эстетическим фактором, повлиявшим на все виды искусства, в том числе и на музыку Достаточно вспомнить фантастическую симфонию Берлиоза и некоторые сочинения Шумана и Листа, в которых присутствуют вульгарные и грубые элементы В области драмы и литературы настоящим манифестом эстетики безобразного если не сказать всего театра романтической эпохи стало предисловие Гюго к драме «Кромвель», написанной им в 1827 году Согласно Гюго, театральная драма должна быть отражением действительности во всей ее сложности и, следовательно, она должна включать в себя и безобразное, и грубое, и вульгарное И все это во имя достижения драматической правды Так Гюго пишет «Не все в этом мире прекрасно с человеческой точки зрения Уродливое существует в нем рядом с прекрасным Безобразное рядом с красивым Гротескное с возвышенным Зло с добром, мрак со светом В искусстве прекрасное или безобразное заключается лишь в выполнении Уродливое, ужасное, отвратительное Правдиво и поэтично перенесенное в область искусство становится прекрасным, восхитительным, возвышенным ничего не потеряв в своей чудовищности Современный гений рождается от плодотворного союза образа гротескного и образа возвышенного А поскольку действительность возникает из вполне естественного соединения двух форм возвышенного и гротескного мы видим, как быстро рушится произвольное деление жанров перед доводами разума и вкуса По сути, речь идет о театральной поэтике заимствованной из драм Шекспира Именно его Гюго считает вершиной поэзии нового времени которое сплавляет в одном дыхании гротескное и возвышенное ужасное и забавное трагедию и комедию Не случайно его имя повторяется во всех эстетических размышлениях 19 века на тему уродства Драматические теории, изложенные Гюго в предисловии к Кромвелю сразу же находят практическое воплощение в начале 1830-х годов как в его собственных пьесах, таких как «Эрнани», «Король забавляется» и «Лукреция Борджа» так и в некоторых произведениях, положенных на музыку и испытавших более или менее прямое влияние французского драматурга таких как оперы «Роберт Дьявол» «Мейербера» и «Лукреция Борджа» «Даницетти» по одноименной драме Гюго, вышедшей несколькими месяцами ранее Но как тема уродства находит свое место в драмах Верди, какими конкретно музыкальными средствами Верди воплощает на сцене эстетические категории безобразного и гротескного Элемент безобразного в творчестве Верди представлен разнообразно Его можно обнаружить в плане содержания, в выборе тем, выходящих за принятые нормы морали особенно жестоких или унизительных ситуаций Это может быть выражено и в безобразной сценографии с демонстрацией ужасной обстановки и предметов, считающихся пошлыми или непристойными Это и предпочтение реалистичности в изображении, когда выбор делается в пользу музыкально более грубого например, декламационного, а не ариозного пения более подходящего ситуации в драме подобно тому, как Верди это сделал для партии «Леди Магдет» Что же касается персонажей, то это может быть уродливое телосложение как, например, в случае Регалетта или болезнь, как у Виолетты и Стравиаты но преобладают над всем социальное и моральное уродство Оперы Верди населены персонажами, раздираемыми внутренними конфликтами и согласно уроку, преподанному театром Виктора Гюго на первый план выходят неоднозначные, маргинализированные, угнетенные, преследуемые, отчаявшиеся, охваченные страстями или просто злые и вероломные характеры однако эстетика безобразного действует и на более глубоком уровне поскольку пронизывает всю концепцию драматического построения по сути, уродство для Верди никогда не самоцель оно всегда функционально по отношению к действию и к достижению драматической правды Регалетта, вероятно, самое символичное в этом ключе произведение созданное, как известно, по мотивам пьесы Гюго «Король забавляется» Сама драма была поставлена в 1832 году в комедии «Францез» и вызвала огромный скандал Текст был опубликован позже, но любое его сценическое представление было под запретом вплоть до конца XIX века Недоумение критиков провоцировало смесь комичного и пошлого вызвавшее отвращение и пренебрежение а также переплетение Шутовского и Возвышенного что приводило публику в мучительное замешательство К тому же благородную и торжественную роль отца в пьесе представлял не государь, как это было принято, а придворный Шут что вызывало дополнительные упреки со стороны французской прессы Тем не менее, Верди высоко оценил сюжет пьесы с которой он ознакомился примерно в 1849 году во время своего пребывания в Париже Уже на следующий год в письме от 28 апреля он предложил поэту Франческо-Мария Пьяве написать либретто по пьесе Гюго Сюжет велик, необъятен и предлагает характер который можно считать одним из величайших театральных творений всех времен и народов Сюжет – это пьеса «Король забавляется» а персонаж, о котором я вам рассказываю – Трибуле В другом письме к Пьяве, десятью днями позже Верди в полной мере демонстрирует свое увлечение драмой Гюго О! «Король забавляется» – величайшая тема и, может быть, величайшая драма современности Трибуле – творение, достойное Шекспира даже гораздо выше, чем Эрнани Композитор в полной мере осознает потенциал, заложенный как в образе главного героя так и в общем драматическом действии что явствует из другого письма, направленного либретисту Несчастный отец оплакивает отнятую у дочери честь осмеян придворным шутом проклинает его и именно это проклятие страшным образом настигает Шута и тогда все начинает казаться в высшей степени нравственным и великим Весь смысл заключен в этом проклятии Именно фигура Шута так заинтересовала Верди Главного героя, по сути, можно считать подлинным воплощением гротеска Гюго эмблемой терзаний и противоречий на которых основывается его театральная поэтика и весь шекспировский театр Регалета в самом деле имеет двойственную природу Он одновременно и уродливый горбун, и любящий отец и придворный шут, и трагический герой По выражению Гюго Трибуле наделен физическим уродством но оно элиминируется его отцовским величием Сам Верди высказывался по этому поводу Я нахожу замечательным изображать этот крайне уродливый и нелепый персонаж страстным и полным любви внутри Таким образом, театральный сюжет Регалета выступил как конкретное проявление драматических теорий изложенных Гюго в его предисловии Кромвелю Из этого знаменитого художественного манифеста написанного французским драматургом Верди по существу выводит три эстетических постулата Драма как зеркало действительности, потенциал безобразного и гротескного Смешение стилей и жанров И именно эстетика Виктора Гюго совместно с шекспировским театром побуждает композитора к осуществлению поэтики контраста Основанный на внезапном и резком сопоставлении противоположных стилистических регистров Гротеск, пошлость и комизм используются композитором, дабы выявить самые жуткие аспекты трагедии Используя таким образом категорию уродливого, Верди воплощает плодотворную смесь из серьезного и трагического В духе современной романтической драмы, инициированной Гюго В Регалетто это смешение появляется прежде всего на уровне драматического сюжета Достаточно вспомнить о сосуществовании высоко трагического тона, например, в сцене проклятия И приемов уровня площадного театра, когда в финале оперы на сцене появляется мешок А внутри него оказывается умирающая Джильда, обожаемая дочь Регалетто Контраст становится неотъемлемым фактором как самого главного героя, так и всего хода повествования В самом деле, если в начале Регалетто шут и развратник персонаж второго плана по сравнению с герцогом То по ходу действия он становится не только главным героем, но и истово любящим отцом И нравственно более благородной фигурой, чем сам герцог Тем самым опрокидывая привычную иерархию звезд мелодрамы XIX века Где роль положительного героя всегда отводилась тенору, герцог А партия отрицательного персонажа или тирана доставалась баритону, Регалетто Такую поэтику контраста, с самого начала пронизывающую все произведение Верди реализует прежде всего посредством самой музыки Мощное противопоставление ощущается уже с первых нот Между оркестровой прелюдией, исполняемой при закрытом занавесе И непосредственно началом действия Первое, грозное и в минорной тональности содержит музыкальную тему проклятия Второе, напротив, кажется написанным музыкальным языком, типичным для комической оперы Ведь когда поднимается занавес, зрителю открывается вид на бальный зал герцогского дворца С происходящим там празднеством и с танцующими на заднем плане дамами и кавалерами Такой контраст совсем не портит драматургию целого, а наоборот усиливает ее Делая более выразительной и интересной Это противопоставление выражено и в тембровом плане В переходе от мрачных и серьезных тонов оркестра с литаврами и духовыми инструментами К танцевальной музыке, исполняемой отдельной оркестровой группой Расположенной за кулисами и звучащей словно издалека Музыка, открывающая действия, из-за своей тривиальности часто подвергалась критике И критике по-своему вполне справедливой Поскольку эта музыка и должна была быть таковой Она должна была отображать атмосферу разврата и пошлости, царившую на балу Атмосферу, которая по замыслу Гюго должна была иметь почти аргиастический характер Таким образом, Верди реализует первый резкий контраст между грозной прелюдией и вульгарностью громыхающей праздничной музыки Саму драматически музыкальную идею Верди, вероятно, почерпнул из похожего начала Лукреции Борджа, Даницетти Ведь она тоже начинается с мрачной прелюдии, а вслед за ней мы оказываемся среди легкой атмосферы ночного праздника аристократов Таким образом, противопоставление, с которого начинается регалетто, вызывает у зрителя смятение и имеет двойной эффект С одной стороны, мрачность музыки, вступление подчеркивает развратную природу в веселье А с другой, грохот смеха бросает горькую тень на последующий ход событий Комический музыкальный язык вновь возвращается в конце первого акта в сцене с хором придворных Действие происходит ночью недалеко от дома регалетто Чепрано, Борсо, Маруло и другие дворяне намереваются похитить Джильду, считая ее любовницей, а не дочерью Шута На драматическом уровне трагикомический эффект проистекает из факта, что сам того не ведая, регалетто помогает им в задуманном Обманутый горбун полагает, что участвует в похищении невесты Чепрано, чей дворец расположен рядом С завязанными глазами он даже поддерживает лестницу для тех, кто в действительности проникает в его дом, чтобы похитить его дочь Хоровая тема носит открыто комический и бурлескный характер, звучит почти как музыкальный парафраз тихого смеха Музыка никоим образом не дает намека на происходящую трагедию, а ограничивается лишь озвучиванием того, что с точки зрения придворных выглядит всего лишь как шутка Именно такой нейтральный и отстраненный характер музыки особенно усиливает у зрителя чувство тревоги, вызванное трагизмом момента Все еще с повязкой на глазах регалетто ничего не видит и не слышит отдаленных криков Джильды о помощи Когда же он понимает, что оказался обманут, музыка радикально меняется, чтобы передать с постепенным, но мощным нарастанием напряжение, его волнение и боль, связанные с похищением дочери На протяжении лихорадочного оркестрового крещенда Горбун пребывает в шоковом состоянии Партитурные ремарки Верди в отношении сценического поведения далее очень точны Увидев, как открывается дверь и войдя в дом искать Джованну, служанку Джильды, регалетто смотрит на нее с изумлением, рвет на себе волосы, не будучи в силах кричать И лишь после долгих усилий в конце у него вырываются последние слова, завершающие действие Ах, проклятие! Трагическое и бурлескное сливаются и в других моментах оперы В юмористических и гротескных выходках наемного убийцы, спарафучиле, в скрытом комизме регалетто, когда во дворце, во втором действии он напевает легкомысленную песенку в присутствии придворных, пытаясь изображать равнодушие Это тот момент, когда музыка недвусмысленно передает всю горечь ситуации Смесь комического и трагического обретает кульминацию в одном из самых известных и исполняемых произведений Вердиевского театра на сегодняшний день В квартете из последнего акта Сценическое пространство разделено на две части С одной стороны интерьер трактира, где прибывают герцог и Маддалена С другой, за его стенами, Джильда и регалетто, заглядывающие внутрь сквозь щели Двое молодых людей флиртуют внутри, в то время как снаружи регалетто старается подавить свою ярость, а Джильда предстает недоверчивой и огорченной Квартет является одновременно противопоставлением двух дуэтов Как отмечает музыковед Пьеру Вайс, его новизна заключается в том, что два персонажа пребывают в муках отчаяния, в то время как другие два наслаждаются Комическое и трагическое сосуществуют вместе в двух разных ситуациях, которые, однако, разыгрываются на сцене параллельно В особенности в последней части, когда все уже пропели свои начальные строфы, Верди противопоставляет вокальные линии и оркестровую фактуру для того, чтобы четко распределить эмоции четырех персонажей Маддалена весело смеется, легкие шестнадцатые стакката, Джильда рыдает вместе со струнными, герцог плетет соблазнительные мелодии, а регалетто выдавливает отрывистые слоги, едва сдерживая гнев Наконец, и самую популярную арию герцога «Сердце красавиц склонно к измене» можно считать подлинным воплощением эстетики Гюго Как и в случае музыки, открывающей оперу, эта ария подверглась критике за свой вульгарный характер Действительно, это банальная трактирная песня, однако чрезвычайно изобретательно использованная Верди в угоду драматическим целям Как писал ученый Саверио Ламакия, песня герцога по своей стилистике отсылает к Гюго или даже к Шекспиру Как известно, в ходе оперы эта мелодия звучит трижды Первый раз полностью, когда герцог приходит в таверну Во второй раз она звучит с большим комическим эффектом, когда юный распутник в охмелю после вечера с Маддаленой ложится на кровать, чтобы заснуть Здесь его голос намеренно прерывается и музыкальную линию завершает в оркестре кларнет Третье, последнее появление этой песенки сопровождает неожиданный поворот, пожалуй, самый сильный у Верди В финале Регалетта оказывается на сцене один, с мешком в руках, внутри которого, как он полагает, находится труп герцога Но как раз в тот момент, когда он собирается бросить мешок в реку, издали слышится голос герцога, напевающего ту самую насмешливую песенку о женщинах В том числе и о его дочери Джильде Сперва Регалетта думает, что ему послышалось, но потом он понимает, что герцог жив-здоров и блуждает где-то поблизости Напряжение сцены усиливается еще и тем, что тенор, герцог, в первый и единственный раз завершает свою песню долгим высоким звуком Предусмотренным Верди только для этого момента и который должен исполняться исключительно здесь, в отличие от того, что иногда допускается в наших театрах сегодня Контраст, как нельзя, ужасающий. Пошлость и жуть полностью перепрелись. Гротеск достигает своего апогея Регалетта тут же развязывает мешок и с ужасом обнаруживает, что внутри лежит его любимая умирающая дочь В последней сцене оперы комический элемент полностью подчинен трагическому, делая несчастье одураченного отца еще горше Опера Регалетта была поставлена в театре Ла Фениче в Венеции 11 марта 1851 года Большинство критиков, как кажется, не смогли оценить отдельные художественные решения Так рецензент из венецианской газеты писал Создается впечатление чего-то вроде полусерьезной оперы Действие открывает танцевальная музыка, в главной роли горбун Все начинается с праздника и кончается не слишком уж деликатно В некоем безызвестном доме, где продается любовь и торгуются человеческие жизни Короче говоря, это чистый король забавляется Виктору Гюго, откровенный и со всеми его грехами Маэстро или поэт искали идеальную красоту в уродливом, в безобразном Стремились к определенному эффекту непривычным способом Через сострадание и ужас, а путем коверканий душ отвратительным насилием Будучи в ясном сознании, невозможно хвалить такие вкусы Если критики не посчитали возможным возносить хвалу таким вкусом То у публики напротив Регалетта молниеносность не искал большой успех Сам автор прекрасно понимал, что создал нечто великое и новое Для него эта тема была революционной Это было лучшее, что он когда-либо положил на музыку В конце концов, Верди осознавал, что вслед за своими учителями Шекспиром и Гюго Благодаря Регалетта он породил новый вид современной драмы Навсегда изменивший ход развития итальянской оперы В следующем эпизоде мы расскажем о том, как Верди передавал в своих произведениях смех и плач И как распознать их в музыке Наш подкаст вы можете найти на всех популярных платформах Напоминаем, что на сайте нашего проекта vivaverdi.vashdosug.ru Вы можете прочесть статьи по темам эпизодов подкаста Статьи снабжены музыкальными отрывками и видеоматериалами Фотографиями и репродукциями Которые как нельзя лучше иллюстрируют творчество великого композитора Подписывайтесь, узнавайте новое Расширяйте ваш культурный кругозор И, конечно, слушайте хорошую музыку И берегите себя До свидания Редактор субтитров А.Семкин